В конце июня Брещину в рамках ознакомительной поездки посетил посол Узбекистана в Беларуси Насержан Юсупов. В стороны тогда договорились максимально развивать сотрудничество. На текущей неделе слова получили реальное воплощение. В регион с официальным визитом прибыла делегация из Узбекистана. В числе участников руководство Джизакской области, представители двух свободных экономических зон и бизнес-сообщества. Мне очень приятно, что сегодня наша встреча проходит здесь, в этом зале, на нашей Брестской земле. Я рад приветствовать вашу делегацию. Уверен, что за время нахождения Республики Беларусь в Брестской области вы сможете убедиться и посмотреть то, что есть на нашей земле, чем мы занимаемся, предприятия, организации. То есть, то, что вас будет интересовать, мы с удовольствием вам покажем. Цифры товарооборота между Брестской областью и Узбекистаном демонстрируют уверенный рост. Регион экспортирует пищевую продукцию, оборудование, лесоматериалы, а привозит из Узбекистана в основном пряжу, трикотаж и фрукты. Внешний торговый оборот текущего года показывает значительный рост интересов предприятий деловых кругов Брестской области и Республики Узбекистан. Уже за пять месяцев 2018 года внешний торговый оборот Брестской области и Республики Узбекистан достиг показателей в целом итогов прошлого года. За январь-май 2018 года товарооборот составил 11 миллионов долларов. Значит, темп значительный вырос. Экспорт составляет 8 миллионов, импорт 3 миллиона. Джизакская и Брестская области имеют немало схожих черт, начиная от численности населения и заканчивая приоритетом отраслей, к примеру, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Делегаты выразили особую заинтересованность в совместном развитии таких направлений, как птицеводство, животноводство, а также переработка и хранение фруктов и овощей. Три вида деятельности. В первую очередь, это прямые инвестиции. То есть мы приглашаем предпринимателей других стран, для того, чтобы они вкладывали свои средства в нашу область. Это называется прямыми инвестициями. Второе направление деятельности – это создание совместного предприятия при участии узбекских партнеров и белорусских партнеров. И, наконец, третье направление деятельности – это у нас сейчас выделяются очень крупные кредитные средства, они льготные средства, 2-3% заемные средства предпринимателей, на которые они покупают новые технологии. То есть вот здесь можно посмотреть три направления. Белорусский и узбекский бизнес взаимодействуют уже сегодня. В качестве примера можно привести подписанные в апреле контракты на 4,5 миллиона долларов между агрофирмой «Джизак Импекс» и обществом с ограниченной ответственностью «Вигас». Мы планируем производство ставить по сушке овощей и фруктов, в том числе и зелени. И, в частности, сырье, которое мы будем получать, в основном будем получать от «Джизакской области», непосредственно от фирм, которые там находятся, в Узбекистане. И планируем в ближайшее время совместное предприятие сделать, сейчас ведутся разговор либо у нас, либо у них, опять-таки по производству пищевых продуктов. На базе научно-технологического парка состоялась деловая встреча делегатов с представителями предприятий области. Также был подписан договор о сотрудничестве между Брестской и Джизакской свободными экономическими зонами. К слову, делегаты предложили представителям Брещины немедлить с ответным визитом. В конце августа в Джизакской области состоится крупный инвестиционный форум.